Мавзолей с мумией вождя Октябрьской революции и первого правителя советского государства Владимира Ильича Ленина уже более 90 лет является одной из достопримечательностей Москвы. За это время исторический объект оброс немалым количеством загадок и преданий. Как гласит официальная версия, идея захоронить Ленина в мавзолее родилась в среде большевиков и рабочих. После кончины вождя в адрес руководства Советской России от трудящихся якобы стали поступать многочисленные письма с подобными предложениями. В правительстве первым данную мысль оформил Калинин, и его практически все поддержали, один только Троцкий назвал такую идею безумием. Впрочем, большинство историков современности полагают, что на самом деле с инициативой забальзамировать тело вождя и поместить его в мавзолей выступил лично Сталин. Зачем же ему это понадобилось? По мнению некоторых экспертов, Иосиф Виссарионович сделал попытку навязать советскому народу некое подобие новой религии, напоминающей культы древнего Египта, которые обожествляли фараонов. Действительно, мавзолей на долгие годы превратился для советских людей в объект поклонения. Бальзамирование трупа пролетарского вождя проводилось под руководством биохимика Сбарского. Последний и заботился о содержании ленинских останков в нужном состоянии в течение 30 лет, вплоть до своей собственной смерти в 1954 году. В 1939 году при Министерстве здравоохранения СССР была организована ночно-исследовательская лаборатория, занимавшаяся решением ночнопрактических задач, связанных с сохранением ленинского тела. Под лабораторию специально отвели одно из помещений внутри мавзолея. Она просуществовала более полувека и в 1992 году вошла в состав Всесоюзного института лекарственных и ароматических растений, Вилар, как ночно-исследовательский и учебно-методический центр биомедицинских технологий. Раз в полтора года тело вождя погружают в бальзамическую жидкость. Однако даже при отсутствии подобного ухода, мумия способна не портиться несколько десятилетий. Любопытно, что сначала член цикл Леонид Красин предложил подвергнуть тело Ленина заморозке. Причем идея нашла отклику Молотова и Дзержинского. Но оказалось, что невозможно наладить бесперебойное снабжение морозильника электроэнергией, а значит, в случае отключения электричества останки вождя могли пострадать. В июле 1941 года в связи с началом Великой Отечественной войны мумия Ленина была эвакуирована в Тюмень. Ее разместили на втором этаже здания, где сегодня находится главный корпус Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. Эта информация, конечно, была закрытой, но слухи все равно ходили. Сотрудники учебного заведения рассказывали, что во время своего пребывания в Тюмени ленинская мумия стала покрываться черной плесенью и академика Сбарского за это чуть не расстреляли. Но он каким-то чудом смог избавить мумию от напасти и таким образом сохранил себе жизнь. В апреле 1945 года тело вновь вернули в столицу. Данная версия возникла благодаря эксперту ЦН и АТ Калмыкову, который на основании криминопортретной экспертизы имеющихся в наличии фотоснимков Ленина пришел к сенсационным выводам. Так, он считает, что на фотографиях с подписью Ленин перед звукозаписывающим аппаратом в Кремле. Москва, 29 марта 1919 года года, и тело в и. Ленина в Доме Союзов, 1927 году, запечатлен совсем не тот человек, которого мы видим на снимках молодого Ульянова. По мнению конспирологов, Ленина могли подменить, когда он находился в Германии. Настоящий Ульянов мог не согласиться возглавить переворот в своей стране, и тогда его, вероятно, ликвидировали, а вместо него появился немецкий агент. А всем известная ленинская кортовость — это не что иное, как иностранный акцент. Правда, чтобы уверенно утверждать факт подмены, требуется сведение о том, что в молодости Владимир Ульянов не имел дефектов речи. А этого пока никто подтвердить не может. Несколько лет назад в сети появилась загадочная запись из мавзолея, сделанная пленочной камерой. На ней видно, как ленинская мумия поднимает левую руку, затем всем телом тянется вперед и потом падает назад в саркофаг. Записью заинтересовались американские исследователи паранормальных явлений во главе с профессором Филадельфийского университета механики Джоном Кпримладшим. Они разобрали ее и заявили, что это — не фотомонтаж и не спецэффекты. Более того, цифры раскадровки и время, бегущие вверху экрана, на сто процентов соответствуют нормативам, используемым камерами в мавзолее, написал Капри в статье, посвященной феномену. Капри и его коллеги даже попытались прорваться к телу вождя, чтобы обследовать его на предмет тайного воскрешения. Но охрана мавзолея не пошла им навстречу. Тем не менее история породила множество баек о том, что мумия уже давно подает признаки жизни, и это неоднократно фиксировалось служащими мавзолея и Кремля. Выдумывают даже, что по ночам вождь встает из саркофага и бродит по Кремлю. Особенно легенда приглянулась коммунистам. Мол, неспроста в советское время существовал лозунг «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Субтитры создавал DimaTorzok